Стопфейк По имени Игорь Разовский Конец цитаты В одном только Фейсбук это заявление перепостили более 2000 человек. Более того, это сообщение было переведено и на другие языки и распространено. Английский вариант даже был опубликован на странице NBC News в Фейсбук. На самом же деле такого врача в Одессе не существует. На фотографии изображен зубной врач по имени Руслан Хаджимуратович Семенов, который работает в Усть-Джагутинской стоматологической поликлинике Карачаева Черкесской Республики России. А его аккаунт на Фейсбук был создан непосредственно перед написанием сообщения 3 мая. Мы считаем нужным сказать, что ряд российских СМИ однобоко подал информацию про трагические события в Одессе 2 мая, так как в новостях не упоминалось, что люди были вооружены с обеих сторон и что до возгорания Дома профсоюзов на улицах Одессы из-за гнестрельного оружия были убиты участники шествия за единую Украину, что и стало причиной конфликта на Куликовом поле. Мы не оправдываем действия тех или иных участников события, но считаем важным понимать максимально полную картину ситуации. Российское агентство ИТАРТАС в новости о кровавых столкновениях в Донецке 28 апреля сообщило, что проукраинские радикалы напали на участников многотысячного антифашистского шествия. Агентство заявило, что радикалы были в масках, вооружены битами, цепями и травматикой, выкрикивали националистические лозунги. Они якобы забрасывали процессию камнями и гранатами. При этом ИТАРТАС не показал ни одного кадра и ни одной фотографии с места событий. Очевидцы, а также многочисленные фото и видеоматериалы с места событий говорят о противоположном. Вот те люди, которые ИТАРТАС назвал участниками многотысячного антифашистского митинга. На этой записи видно, что почти все они вооружены палками и лопатками. Видео снято еще до столкновений, то есть эти люди с самого начала были вооружены и настроены нападать. А вот участники митинга за единство Украины, которые якобы напали на антифашистов. Здесь видно, что безоружные люди шли маршем по городу и пели песни, как вдруг на них напали вооруженные пророссийские активисты. Сейчас вы видите, как на марш Донецкая-то Украина напали люди с георитетическими лентами. Милиция, ну кто где. Они кидают петарды, дымовые шашки. У них в руках палки, есть воздушные воздушки. Они со всех сторон идут. Смотрите, вот они со всех сторон идут. Милиция просто сзади смотрит. Ну вот увидели, как мужчина скинул женщину палку, а милиция вот просто не знает, что им делать. Телеканал «Россия-24» 26 апреля показал сюжет, согласно которому Госкомитет по телевидению и радиовещанию Украины якобы призвал местных журналистов строго придерживаться информационной линии нынешнего руководства страны. В частности, обвинять инициаторов всех митингов, участники которых недовольны политикой Киева и уличать их в сепаратизме. В противном случае, по данным канала «Россия-24», служба безопасности Украины будет расценивать действия журналистов как оказание содействия пророссийским сепаратистским силам с последующим уголовным преследованием. Однако заявления, которые дважды цитирует ведущая новостей канала, не существует. Его нет на сайте Госкомтелерадио, также о нем не знают украинские журналисты. Более того, начальник отдела по связям с общественностью и СМИ Госкомтелерадио официально опровергла существование такого заявления. Ряд российских блогеров и СМИ растиражировали информацию о том, что в Донецкой и Николаевской областях якобы строятся концентрационные лагеря для содержания неугодных власти людей. Некоторые даже утверждали, что лагеря строятся специально для русских. Тот факт, что сооружения официально предназначены для содержания нелегалов, не устраивав сторонников теории заговора. Они утверждали, что в Украине никаких нелегалов нет. Более того, в конце апреля сообщение подхватило даже российское министерство иностранных дел, которое заявило, что лагеря строятся для тысяч людей. На самом деле речь идет о местах содержания нелегалов. Причиной их строительства стало соглашение о реадмиссии между Украиной и Евросоюзом, которое вступило в силу в 2010 году. В рамках этого соглашения Украина обязывалась принимать обратно нелегальных мигрантов, которые попали в ЕС через ее территорию. В связи с этим еще несколько лет назад был запущен проект «Реадмит-1», который предусматривал строительство нескольких центров содержания нелегалов. Такие уже действуют на Волыне и в Черниговской области. Строительство центров в Николаевской и Донецкой областях началось еще в 2013 году, то есть во время президентства Виктора Януковича. Его ведет турецкая фирма при финансовой поддержке Евросоюза. Вместимость этих центров составляет не тысячи людей, как об этом говорил российский МИД, а лишь по 100 человек каждый. Вы посмотрели еженедельную подборку фейков о событиях в Украине. Больше информации есть на сайте stopfake.org. Спасибо нашим читателям и зрителям за ваш интерес и поддержку. Если вы считаете наш проект нужным, пожалуйста, поддержите нас. Вы можете найти реквизиты для перечисления средств на развитие проекта на нашем сайте. Ваши деньги пойдут на оплату хостинга, расходов на техподдержку, создание недельных видеодайджестов. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш YouTube-канал.